Дорогие родители, дорогие папы, мамы, все те, кто сегодня собрался в этом прекрасном, светлом, уютном зале для такого важного разговора о семье, о любви, о верности, о тех проблемах, которые мы с вами испытываем, переживаем. И я думаю, что мы не столько с вами сегодня будем разговаривать, сколько увидим самую главную цель, куда нам идти. Потому что без понимания, зачем я живу, я не могу объяснить это ни детям, ни внукам, ни коллегам. Муж не может объяснить жене, зачем, а зачем это все, зачем нам столько. Или наоборот, жена говорит, а куда мы идем с тобой, для чего мы все это приобретаем, покупаем, ездим, наслаждаемся, берем от жизни то, что можем. Вот без ответа на главный вопрос, зачем я живу, цель моей земной жизни, очень многое затрудняется на нашем жизненном пути. Мне вспоминается замечательное стихотворение, которое так и звучит. «Для чего ты, человек, на земле живешь свой век? Чтобы спорить, есть и лгать, развлекаться, танцевать или вспомнить, наконец, что небесный ждет Отец? Так пройти свою дорогу, чтобы возвратиться к Богу?» Если человек принимает веру, он уже не напрасно живет. Вот, если человек верит в Бога, у него уже есть цель – спасти свою бессмертную душу. Потому что душа-то есть у каждого человека. Не случайно еще поэты воспевали. «Но выше просится душа, а на нездешних мест жилиться. А потому не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Помните, кстати, этот стих называется у Николая Заболоцкого. Может, кто-то помнит, как он называется? Это стихотворение называется «Завещание». Это последнее стихотворение этого великого поэта, которое ставил нам живым, о чем нам нужно заботиться, о спасении своей бессмертной души. А ты хватай ее за плечи, учи и мучай до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи. Училась заново она. Она рабыня и царица. Она работница и дочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Мы как-то собирали целый семинар психологов. Вот примерно такой зал. Люди, которые занимаются, ну, психи из греческого – это душа. Логос – слово. Психология – это слово о душе. Очень много сегодня психологов, которые работают с душой. И как-то на одном из семинарий я попросил, скажите, а поднимите руку психологи, кто читал Библию. Две или три руки. А на каком основании вы вторгаетесь в святая святых, даже не познав, а откуда душа? Куда уйдет? К чему стремиться? Практики? Какие там методики? Советы? Платные? Вот об этом душа все-таки ищет. Но человека, который бы мне помог, моей страждущей, ищущей высокого души, блаженный Августин сказал, я ни в чем не успокоюсь, пока не найду тебя, Господи. И ищет душа моя тебя, Господи. И счастлив человек, который находит Бога на своем жизненном пути. Итак, сегодня тема семья и любовь. Эти два понятия неразделимы. А что такое любовь? Любовь, ну это когда любят друг друга. Вы знаете, что не задай вопрос этот в зал. Что такое любовь? Это действие. Это уважение. Так. Уважение. Поддержка. Преданность. Так. Это работа. Работа, да, это серьезная работа над собой. Победа из побед, это победа над собой. Любовь это не то, что ты получаешь взамен, говорили мудрые, а то, что отдаешь сам. Я люблю не тогда, когда вот ты рядом и мне нравится. А ты спросил, а ей нравится, когда ты рядом. Вот когда ты умеешь немножечко от своего отдавать, вот тогда ты понимаешь, что твое чувство гораздо крепче, чем ты получаешь. Бог есть любовь. И сказано в Священном Писании, если ты не любишь, то ты не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Давайте запомним эти слова в Священном Писании. Давайте. Давайте скажем все вместе, Бог есть любовь. Бог есть любовь. А вот теперь внимание. Все, кто когда-нибудь скажет вам, что Бога нет, вы уже можете, опираясь на это слово Священного Писания, сказать, Бог есть, и Он есть любовь. Если любви нет, то зачем мы живем? Может человек прожить без дачи или без яхты, скажите? Может. Может без каких-то там благ невероятных. Может. А как на свете без любви прожить? Вот если нет любви, то зачем жить? Кстати, вы знаете, что Священное Писание говорит о том, что когда в мире охладеет любовь, вот это и будет конец всей человеческой истории. Богу не нужен мир, в котором не будет любви. Бог есть любовь, и Он создал мир для любви. А не для злобы, для убийства, для раздоров, для ссор, для скандалов. Это все неугодно и неприятно Богу. Потому Бог и говорит, новую заповедь даю вам, да любите друг друга. Потому что без любви все ничто. А в первой главе апостола Павла к коринфянским христианам есть такие слова. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, я медь звенящая и кимвал звучащий. И если я знаю все тайны, и имею все познание, и умею горы переставлять, но не имею любви, нет мне в том никакой пользы. И если я отдам все тело свое на сожжение, и раздам все имение свое, но не имею любви, я ничто. Потому что любовь долго терпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не раздражается, она не ищет своего, все покрывает, всему верит, на все надеется. Любовь никогда, вы слышите, по слову Священного Писания, любовь никогда не перестает, если она настоящая. Вот если руководствоваться этими словами Священного Писания, поверьте, столько в семье можно избежать конфликтов, потому что этим правилом должен руководствоваться не только муж, но и жена. Ну, коли мы уже начинаем отвечать на вопросы, позвольте, я буду задавать их вам активнее. Не возражаете? Итак, поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас крещен в православной вере. Вон сколько. То есть я к своим пришел. Кто не крещеный, поднимите. Раз, два, опустите. Так вот, есть очень важная закономерность. Я вам прочитаю вместе, да? Мир состоит из городов, города из домов, дома из мужей и жен, поэтому, когда настанет вражда между мужьями и женами, то входит война в дома. А когда они метутся, тогда неспокойны бывают и города, когда же и города приходят в смятение, то по необходимости и вся вселенная наполняется смятением, войною и раздорами, сказал учитель еще четвертого века, святитель Иоанн Златоуст. Единственная ценность жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Покажи свою любовь прежде всего в своей семье. И в другой раз он сказал, когда разрушится семья, будет разрушено все, и духовенство, и даже монашество. Откуда будут священники, откуда будут те, которые будут молиться за свой народ, если мама перестанут рожать. И, скажем, все соблазнятся этим сатанинским движением child free. Ну вот не хочется. Хочется жить для себя. В общем, многие сегодня, знаете, так как бы ориентируют человека на собственный успех. Ты вот должен быть успешным. Возьми от жизни все. Ни в чем себе не отказывай. Ты же один раз живешь. Один раз живешь. Бери от жизни все. Живи на яркой стороне. А христианство говорит, нет. Нет. Все взять нельзя. За все придется давать отчет. Нельзя взять все. Почему? Есть такой пример. Один человек стал брать все, его посадили в тюрьму. А другой начал жить, ну ни в чем себе не отказывать. Он хотел-то себе со всеми, с кем хотел, позволял. Заболел спидом. А может быть надо было от чего-то воздержаться. На то Бог и дает мужу жену, чтобы ты не разжигался, не растлевался с другими женщинами. Поэтому Бог и говорит, каждый имеет свою жену. И жена мужа. Это не просто, знаете, такое супружество. Потому что это залог твоей счастливой жизни. Это продолжение твоего рода. Кстати, сегодня многие молодые ребята не собираются жениться, не собираются выходить замуж. А им нравится жить для себя. Сегодня европейские так называемые ценности, навязанные нашей Великой Руси, достаточно подвести черту и просто закрыть эту тему последним Евровидением. Многие имеющие глаза да увидели. Чтобы вот эти ценности никогда даже ценностями не называть. Это просто откровенный сатанизм. Уничтожение образа Бога в человеке. Расчеловечение человека. А церковь говорит, ты человек. Это не просто звучит гордо. У тебя есть бессмертная душа. И ты есть образ. И подобие твоего Творца. Ты есть образ Божий. Потому что Бог сотворил человека по образу и по подобию своему. А вот теперь о семье. Мы проводили, я уже говорил, в Анапе семинар. И там вышла к микрофону директор гимназии одна. И говорит, батюшка, у меня есть вопрос. Мы провели в год семьи среди наших воспитанников, гимназистов, провели опрос. Кто главный в вашей семье? 90% учащихся ответили мама. Друзья мои, это серьезная статистика. Вы знаете, ко мне пришли казачьи классы. 98-я, по-моему, школа. И я потому, приходят, вот садятся, а у нас в школе вот здесь проход. Мы заходим прямо вот посерединке, не так, как у вас. И вот заходим, и я говорю, пожалуйста, захотите, захотите, мальчики направо, девочки налево, пожалуйста, сходите. А вот так вот мальчики отдельно садятся у нас, девочки с девочками. Потому что с мальчиками мы будем вести серьезный разговор. Вы будущие защитники. Ты должен быть ответственен за то решение, которое ты принимаешь, в том числе за девушку, с которой ты будешь знакомиться, тем более как муж, который пригласит ее за себя жить за мужем. Ты должен понимать свою ответственность, как в экзуперии. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. И ты не имеешь права уже жить для себя. А к девочкам уже подходим и говорим, а вы, девочки, уже должны помогать мамам. Вы должны учиться готовить. Вы должны помощницами быть, хранительницей семьи. Поняли? Знаете, им так интересно становится. Они так чувствуют себя, знаете, вот, как говорят, в своей тарелке. Им это нравится. То есть это естественно. Девочка, мама, будущее. Не просто, знаете, невеста. Будущая жена, будущая мать. И это очень важно. Вот эти этапы рассмотреть. А вот теперь устроение семьи. Кто же все-таки должен быть главным в семье? Что действительно мама? Как думает мужская половина? С этим соглашаетесь? А кто должен быть главным в семье? Давайте, может, женскую половину спросим. Вы знаете, вот когда мы сидели, я подошел к казачьей классы. Я спросил, без микрофона, у нас там, конечно, поменьше зал этого. Я спросил, кто у вас? И девочки сидят. Вот девочки сидят. Мама. А у вас? Мама. А у вас? Мама. Мама сидят дальше. Кто? Ну, конечно, мы. Одну минуточку. Без папы это отдельный разговор. Если папы нет, папа защищает родину. Это не значит, его нет. Другое дело, что есть индивидуальные вопросы. Мы говорим сегодня о семье, где папа есть. А вот здесь теперь вопрос. Кто все-таки должен быть главный в семье? До дедушки еще дойдем. Наверное, дедушку на собрании. Радостно. И, наверное, это дело честь дедушки. Все-таки в семье. Кто должен, и вообще, кто главным должен быть в семье? Вероятно, папа. А ну вы. Потому что педагоги потом. Кто должен быть главным в семье? Папа. Оба. Мужчина. Мужчина. Вы видите, мнения разделились. Кто говорит мужчина, кто говорит женщина. Давайте обратимся опять же к Священному Писанию. Что говорит Бог? Кто? Вот вы. Вот, вот, вот. Вот начинается равноправие. Эти вопросы были. А теперь? А теперь давайте мы обратимся к тому, как надо. Как нужно. Как Бог устроил. Вот те, которые хотят жить, как хотят, мы уже с вами вспоминали. Один заболел, другой сидит. Те, которые хотят жить и танцевать, одеваться или раздеваться, как хотят, они там этим только и занимаются. Но это все отступление от тех нравственных основ, не просто общества, нравственных основ жизни, без которых жизнь просто прекращается. Вот эти изменившие или там в себе половые особенности, как сейчас в Европе, вы знаете, я хотя говорю всегда, поправили, прежде чем пол менять, надо крышу починить сначала, а потом уже думать о каких-то других делах. Но когда все наоборот, там гораздо все сложнее. Поэтому, когда там вот уже до такого доходит, когда с трехлетнего уже там возраста детям пол меняют, то есть это поколение уничтожения. Для этого совершенно правильно и производится. Но мы поведемся на эту идеологию, или мы вспомним свою великую страну, которая была не просто многодетна, она была устроена по заповедям Божьим. Глава жены муж. Глава мужу. Ну-ка, мужчины. Вы слышите, что делается? Вы молчите, они говорят. Все правильно. Глава мужу. Ну? Аминь. И опять сказала женщина. Вот почему ответ на многие вопросы. А почему мужчины молчат? Если мужчина молчит, женщина начинает говорить. Вот чем укорить здесь? Никак. Поэтому глава семьи Бог. Глава жены, муж. Глава мужу, Христос. Вот это, дорогие мои, устроит, это правильное устроение семьи, это ее счастье и залог будущего, развития и процветания. Немножечко подытожим вот эту тему главенства. Итак, дети должны слушать папу и маму по заповедям Бога. Мама должна слушать папу, мужа своего. Муж должен слушать Христа. И вот если где-то из этой цепочки что-то выпадает, семья разрушается. Ну, допустим, жена верующая подняла руку, крещеная, в церковь, входит Богу, молится, свечки ставит, вообще живет, старается жить в благочестивой жизни. И вот подходит одна, спрашивает батюшку, как вот мне жить, потому что муж у меня, вообще я даже видеть его не могу. Что случилось? Вот просто, знаете, не муж, не отец и не кормилец. Ну, что же случилось? Приходит, садится, батюшка, и в танчики играет. Ну, вот как вот ей сказать? Вот тут внимание, что что произошло? Глава мужу уже не Христос, у него киберспорт или там игры, а жена тянет дом, и тут уже, да, девочка смотрит, вы знаете, у меня мама вообще весь дом на ней, она и готовит, она и стирает, она и по магазинам бегает, она еще и работает, она еще и за папу, за маму, за всех. Потому что мама главная. Но это трагедия нашей российской семьи, поймите это. Женщины дорогие, теперь к вам, если вы хотите настоящего женского счастья, слушайте своих мужей. Ответ на вопрос, который только что прозвучал, как его слушать, если он сам ничего не хочет делать? Вот ничего не хочет, сядет на диван, футбол смотрит, пиво возьмет, с друзьями в гараже придет, но мы уже к серьезным темам подходим, правда? Потому что без любви все ничто. Вот такой пример. Одной женщины вот с этими проблемами говорю, вот попробуй жить по Евангелию. Как это? А вот во всем слушай своего мужа. Стоит вообще, мы вообще по миру пойдем, батюшка. Кто же семью будет кормить? А вот так и скажи, я была сегодня в батюшке, и священник мне благословил, во всем тебя, милый, слушать. Вот как ты скажешь, я буду делать. Вот попробуй. Ой, попробуй. Ну, как какой-то период, потом, если не так, вернешь, как жили, будете жить. Но запомни, вот все, что он сказал, сказал, вот там, приготовь, встань, хочу сегодня там жареную картошку, приготовь. Там, хочу сегодня там пиво, принеси. Вот сказал, я вот, глава сказал, Бог сказал, что глава, жене, муж, я тебе во всем буду слушать. Так батюшка благословил, не знаешь, что из этого получится. Внимание, эксперимент с положительным результатом. муж пришел, сел, говорит, давай-ка мы сегодня там поужинаем. Давай. Ну, что ты приготовишь? А вот, что ты принес, то я приготовлю. Батюка сказал, слушай, ну, там возьми в холодильник, она, пойдем, подходит там, в холодильнике ничего нет. А ты принес, чтобы я вот все это приготовил? А что, нету что ли? На, там деньги возьми, там, сходи в магазин, пятерочку. Вот она взяла, где взять? А вот там, она подошла, взяла, взяла, сколько лежало, пошла, купила, там вот так колбасы, хлеба и консервы. Приходит, нам положила. Ты что купила? Что это такое? Вот, насколько ты дал, настолько хватило. А что, больше нет, ты давно, последний раз в магазине был, ты цены знаешь, какие там сейчас? А что, больше не хватило? Нет, все. Как нет? Слушай, где-то было, милые женщины, и вот так, послушаясь мужу, он пришел в себя. То есть, денег надо больше, сидеть некогда, надо идти работать. И она приходит, говорит, слушайте, я теперь сижу на диване, муж работает. Нет, она в танчике не играет. А она, ну, есть тоже соблазн, потому что тут роли, роли не должны поменяться кардинально. Почему? Потому что женщина, она слаба на Бальберес, понимаете? Тут у нее свои проблемы. Тут сидишь и заказываешь, сейчас привезут. Кстати, есть такая замечательная, у старца Афонского, у Афонского старца есть хорошая такая, он для себя выработал правила, он говорит, хочу, очень хочу, но не буду. Вот пост идет, да, вот хочу там немножко, там не постненького, очень хочу, но не буду. И вот ему это помогало. Я думаю, что вот это правило можно для каждого из вас, для себя, какой-то области применить. Ну, допустим, сидишь ты в смартфоне, листаешь, а там появилось то, что ты очень хочешь. Хочу, очень хочу, но не буду. И перелистнула, или написала мужу, дорогой, ужин на столе, приезжай скорее. И все-таки я хочу сказать, почему эти вопросы очень важны, о них нужно разговаривать с детьми, им нужно рассказывать, ну, в чем, что есть добро, что зло в этом. А что такое добро и зло вообще? Это понятие нужно распределить. Что такое добро? Кто-нибудь скажет сразу, что такое добро? Вот с детьми, собираемся с школьниками разных возрастов, что такое добро? И что такое зло? Помните, крошка-сын к отцу пришел и сказала кроха, буду делать хорошо, и не буду плохо. Так что такое добро? Что такое зло? Чем оно отличается друг от друга? Вот эти простые понятия, мы-то с вами знаем, мы взрослые, а детям кто рассказал? Сюда пришли ОГЭ, ЕГЭ, сферум, кстати, сферум, очень опасная штука. Вы знаете об этом, да? Ну, не при директоре будет сказано, правда, а то больше не позовут меня на собрание. Но у директора тоже есть возможность. Юридически можно в этом не участвовать. Причем никаких санкций это нельзя, потому что нет никаких правовых оснований для того, чтобы затолкнуть всех в эту цифровую платформу. Уже затолкнули, да. Вы знаете, это уже было, потому что мы всему этому, даже так, знаете, ну не прочитав, не вникнув, есть вот такие интересные, на уровне серьезных, московских юридических адвокатских систем, которые просто рассказывают, что можно и нужно учиться. Но слушайте, тот, кто слышал вчерашний, ну скажем, диалог министра Кравцова на Государственной Думе, он понял, что даже Володин задает вопрос, что у него цифровое образование, у нас мы от традиционного образования мы уходим, это же представитель Государственной Думы задает вопрос, на которых министр не смог дать ответ. А почему мы сразу все, да, 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 мы все послушали. Муж, вот вы слышите, вот тут глава должен знать эти вопросы, вникать, а не просто передавать на плечи хрупкие своей жены, которая без того загружена огромным количеством домашних дел. Она хозяйка, она хранительница семейного очага. Но все-таки вернемся. Для мужа самое важное не забывать о том, что ты штурман в самолете. Тебе Бог дал штурвал, который ты право не имеешь бросить. Ты право не имеешь бросить штурвал и опустить его вниз, потому что за тобой сидит жена, дети и все твои родственники. И если ты бросил штурвал своего жизненного самолета, и он пошел вниз, ты не сам погибнешь, ты погубишь за собою свою жену и своих детей. А они не для того за тобой пошли, чтобы погибнуть. Твоя задача поднять штурвал к небу, если ты поднимаешься к небесам, восход и красоту, палитру небес увидят и твоя жена, и твои дети. Вот кто такой мужчина в доме? Я часто беседую с мужчинами, которые вот сегодня не понимают своей роли, но должны быть. Кто такой глава в семье? Бог, а ты глава жены. Ты должен быть в доме не командиром, не императором, еще раз хочу сказать, мужчинам и женщинам. Муж это не император, я тут такой глава, и ты меня должна во всем слушать. Я должна слушать Бога. Ты должен слушать Христа, а я иду за тобой. Но если ты, милый, Христа Бога не слушаешь, то я должна слушать Его, и мы с детьми пойдем в церковь. Мы помолимся, мы будем жить по-христиански, а ты можешь жить уже как хочешь, понимаете? То есть он уже сломал эту иерархию. Я тут глава, я тут всему командир. Неправильно это, это не должно быть в православной семье. Глава у меня Бог. И я веду и слушаю, мне больше с Богом нужно разговаривать, чем тебе, дорогая. У тебя там столько еще работы. Потрудись. А я еще возьму детей, мы съездим в церковь, и за тебя, милая, помолимся. Поэтому, дорогие мужчины, мужья и главы семьи, то есть те, которые считают себя главой жены, не забывайте об этом. Больше того скажу, и обратную сторону. Ко мне пришла одна пара, муж с женой, а жена такая, разговорчивая, разговорчивая, у нее проблемы. И она подходит, говорит, вот у меня батюшка проблемы, сейчас расскажу. Я слушаю, спрашиваю, простите, а вы замужем? Да, вот мой муж. И дальше начинает рассказывать, я говорю, хорошо, слушаю, слушаю. Она так быстро, много говорит. Снова спрашиваю, простите, вы замужем? Она говорит, да, вот же он, вот он, стоит муж мой. Ну, тогда, пожалуйста, станьте за мужа. Вы же за мужем, за мужа станьте. И у нее, знаете, как вот хрустнуло, так, как позвоночник при радикулите. И она сразу рад. И так за него, за него спокойно. Мужчина подошел и говорит, хоть кто-то ей об этом напомнил. Вы знаете, то есть, женщина почувствовала, внимание, себя на своем месте, она замужем, она не должна быть главою. Там, где глава жена, там, где муж не является ответственным за все происходящее в семье, кто ты такой? Пока все, не прошел комнатки, не течет, не капает нигде, ни кран, нигде не подтекает, детки спят, все хорошо, сам спать не ляжешь. Понимаете, вот это глава, то есть, ты за все отвечаешь. Если нет, значит, ты уже не выполняешь своих богом данных, тебе обязанностей. Ты переложил на кого? Дети? Да, сами там. Ты там поел, там, бутерброд в холодильнике. Уроки сделал? Давай. И каждый в свой гаджет. Не случайно называют, знаете, гаджеты. Слышали? Гаджеты. Они разлучают нас друг с другом. Поэтому, для того, чтобы мы правильно поняли, как же все-таки друг с другом жить, мы снова откроем с вами эту великую книгу под названием Библия, которую я принес с собой. И вам прочитаю, как сказано это у апостола Павла к фессилоникийцам. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. И он же спаситель тела. Внимание, мужчины. Вот почему сегодня наши воины идут защищать семью и своих детей и свою родину. За синий платочек строчит пулеметчик, что был на плечах дорогих. Совсем недавно у нас от храма на передовой уехал один мобилизованный воин. Причем он поехал от сердца. И причем спрашиваю, зачем ты идешь? За деньгами? А у него рядом стоит красавица-жена, сын и двоюродная сестра. Прямо вот возле храма выходит, постановили меня, батюшка, благословите, мы уходим. Куда? Туда. Я вот спрашиваю, зачем ты идешь? Для чего ты идешь? Я так посмотрел на свою жену, причем так глубоко и серьезно. Я иду за них, чтобы они не знали того, что там сейчас происходит. то, что сегодня переживают белгородцы. Там уже смерти смотрят в лицо, это у нас все хорошо, мы вот этих законов не слушаем, мы живем как хотим, а потому и страдаем, потому и рушатся семьи, потому что разрушается взаимопонимание. А Бог говорит о другом, слушайте, слушайте и будете счастливы, потому что, если ты не соблюдаешь заповеди Божьих, заповеди любви к Богу и к ближним, какое может быть у тебя счастье? Вот почему продолжу. Ибо потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви, он же спаситель тела, ты должен спасать свою жену и помогать ей во всем. Вот тогда с таким мужем жена будет как за каменной стеной. Она с удовольствием бы отдала все свои вот эти бразды правления в руки сильного, крепкого, верного, любящего мужа. Не так? Аминь, женщины. Аминь. Вы слышите, мужчины, счастливы те женщины, которые живут за такими мужиками. Просто счастливы. И другим, когда встречают, да ты мужика своего там, цыть, у меня самый лучший муж. Потому что вот все качества только перечислены, это про него. Потому что он и спаситель тела. И дальше. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Вы слышите? Настолько Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Бог настолько любит церковь, что Он отдает себя всю свою жизнь. Вот так мужья должны любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и себя отдал за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, плоть едина. Вот почему говорят про семью, крепкую семью, я нашел свою половинку, все, мне уже никто не нужен, какие там подружки, друзья, я нашел свою половинку, почему мужской называется пол, пол, половина, почему женский пол, половина, а вместе целое, и ты глава семьи уже и греешь и заботишься о жене своей, чтобы ей было тепло и радостно с тобой, чтобы она была счастлива с тобой, а не тебе было рядом с ней хорошо и комфортно. Вот задача мужчины сегодня в этом кошмарном, развратном и прелюбодейном мире. И поэтому, конечно, когда мы говорим о семье, мы должны выстроить вот эту иерархию, и тот, кто ею не следует, ею не живет, он неминуемо начинает разочаровываться, скандалить, уходить в себя, раздражаться, гневаться и так далее. Вот почему, все-таки говоря о любви, мне хотелось бы перейти к этому важному вопросу. Мы с вами слышали сегодня уже слова, это то, что нас закрепит об услышанном. Доверие друг другу, потерять или поколебать, как-нибудь, паче всего бойтесь. Вы слышите? Мужья и жены. Больше всего бойтесь потерять друг другу доверие, поучение святых отцов. Муж с женой должны быть подобны руке и глазам. Когда руке больно, глаза плачут, а когда глаза плачут, руки вытирают слезы. Вот положите себе на сердце этот закон семейного благополучия. Жить друг с другом, как рука и глаза. Больно руке, плачут глаза, вытирают руках. И наоборот. Сейчас я раздам небольшие карточки с цитатой, о которой я уже говорил, о любви, о настоящей любви. Никто лучше о любви не сказал, чем святой апостол Павел. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует и так далее. Итак, красным выделено у вас слово, которое вы назовете, а мы все послушаем. Любовь, и вы говорите, долготерпит, любовь милосердствует. Говорите, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, любовь не радуется неправде, а сорадуется истине, всему верит, всему надеется, все переносит, любовь все покрывает. Любовь никогда не перестанет. Вот вы знаете, когда мы учителям раздали вот эти показалось бы слова, то каждый стоял слушать это про меня, у меня столько раздражения, как я бы тащил такую карточку, а там не превозносится, я действительно так немножко кому-то завидовал, человек ловит себя на этой мысли. Кстати, вот так можно дома с детьми, а очень важно с детьми поговорить о любви, о настоящей. Мама должна показывать знаки своей любви мужу. Муж не должен скрывать своей любви к жене. Запомните, есть такое правило, муж должен обнимать свою жену не меньше 30 секунд в день. Запомнили? Не меньше. То есть, она нуждается в тепле твоем, ты должен обязательно прижать ее к груди, к сердцу своему. Это не просто телесное, это обязательно единящее чувство такого приближения супружеского общения. Поэтому, вот сейчас мы скажем с вами вместе, сейчас мы просто уже поняли, а теперь будем говорить любовь, а вы просто называете ее свойства. Давайте мы говорим любовь долго терпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует. Кстати, меня спросила одна учительница, а что такое не бесчинствует? Есть все по чину, вот то, что мы говорим муж слушает Бога, жена мужа, дети, родители, это чинно последование счастливой семьи. Если любовь не бесчинствует, значит каждый выполняет свою роль в семье, вот тогда она благословляется Богом. Любовь не ищет своего, не раздражается, не мыслит зло, не радуется неправду, зарадуется истине, любовь всему верит, все покрывает, все переносит, все покрывает. И любовь никогда не перестанет. Спасибо большое, эти карточки остаются вам, для того, чтобы не только запомнили дома со своими мужьями, детьми, присаживайтесь, спасибо, а мы, да, можно поаплодировать, теперь они знают, что такое любовь, уже, наверное, не напрасно приходили. Есть такая, вы знаете, хорошая притча, притча я и закончу. Как-то собрались друг с другом, часть части тела, это притча такая. И начали друг с другом разговаривать, слушайте, мы так много работаем, нам так хочется отдохнуть. И каждый спрашивал, а когда ты отдыхаешь? Ну, руки говорят, мы отдыхаем тогда, когда наш хозяин спит. Ноги, да, он столько находил, что у меня вот время ночи, это время моего отдыха. Желудок спрашивает, а ты когда отдыхаешь? Я отдыхаю тогда, когда уже тот, который носит меня в себе внутри, уже все съел, и у меня есть возможность хоть немножко передохнуть, когда все это переварится. И вот каждый между собой там общались, и вдруг все обратились, что при всем этом разговоре молчит только одно сердце. И у него спрашивают части тела, а ты почему молчишь? Ты от рождения человека вообще не отдыхаешь? Когда ты все-таки можешь хоть немножко передохнуть? И сердце ответило, я отдыхаю тогда, когда слышу добрые слова. Вот мне хотелось бы пожелать, чтобы ваше сердце больше отдыхало, чтобы вы слышали добрые слова, и почаще их говорили. Я прошу мужей, почаще говорите своим женам добрые слова. Поверьте, это вас не унизит, а наоборот возвысит, а еще больше приблизит душу и радостное отношение вашей супруги. Жены, дорогие, не стесняйтесь сказать своим мужьям добрых слов. Причем слов искренней, такой душевной любви. не лицемерной, а именно такой, какой он ожидает. Радостный, чистый, верный, надежный и настоящий. Поверьте, это нам так нужно. И напомню, что будьте благодарны Богу за каждый день, когда живы, когда вы живете вместе. Ведь эта жизнь наша такая хрупкая. И те, кто потерял своих мужей, те, кто похоронил своих жен, они вспоминают сейчас об этом с великой скорбью. Как я был неправ, когда не ценил свою живую жену. Как была я неправа, когда муж был рядом и были какие-то разномыслия, какие-то недосказанности, но он был рядом, он был жив. Поэтому берегите себя, берегите своих детей, потому что мы живем в очень неспокойном мире, в очень опасном мире. И все может перемениться. Мы видим мир, агрессирует. И дорожить, и благодарить Бога за каждый прожитый день это наша с вами обязанность. Поэтому дарите друг другу больше добрых слов, больше своего тепла. Я попрошу мужей после каждого обеда, после каждого вашего совместного приема пищи, благодарите своих жен за то, что они приготовили. Это чувство благодарности. А вспомни, сколько она стояла у плиты, сколько она чистила эту картошку, жарила, парила, тебе накрыла, положила, разложила, ты поел, встал и ушел. Ей разве не обидно, если ты все-таки глава жены? Подойди, скажи ей добрые слова за вкусно приготовленный ужин. Она этого не забудет, поверь, завтра у тебя будет уже еще вкуснее. Я пожелаю вам, дорогие жены, слушайте мужей своих, мужья, слушайте Бога. Приходите в церковь. Помните, Господь ждет нас. Он всегда готов нам помочь, только мы не всегда к нему обращаемся. Храни вас Господь, дорогие, и пусть последним будет завершением вот такое четверостишее. Как сложится судьба, никто не знает. Живи спокойно и не бойся перемен. Когда Господь чего-то забирает, не упусти того, что Он дает взамен. Что-то мы теряем, что-то уже потеряли, но что-то великое у нас с вами еще впереди. Христос воскресе! Борисово воскресе! Спасибо!